привет всем с вами анатолий жар парком барыга печами дымоходами сегодня булери я на подобных печах я немножко приболел поэтому могу покашливать водичку распивать прошу понять и простить а еще прошу сделать следующее мы сегодня будем рассматривать максимальное количество булери на подобных печей который производится на конец 2022 года в россии у многих есть похожая печь вот смотрите брениран 29 лет на рынке 29 лет делает бренирана да вот может быть у тебя есть такая печь обязательно напиши комментарий сколько на одной закладке работает твоя печь и чего она производства главное потому что с виду они вроде все похожи на самом деле не так также прошу меня понять и простить если я что-то забуду упомянуть там к примеру от не делаются из троечки а другие из четверочки у одной есть дожигателя а вот у другой дожигателя нету обязательно поправь меня в комментарии я хочу каким образом построить видео увидеть у меня открыты вкладки это максимальное количество заводов которые я знаю которые делают булериан подобные печи и я буду сегодня имитировать продвинутого покупателя который выбирает печь надеюсь если ты первый раз выбираешь себе булериан то это тебе поможет в выборе поехали значит что такое булериан это трубы которые сварены друг с другом кто через прокладки делает металлический кто-то научился делать их сваривать так что никаких прокладок нету печи должен быть дожигатель бывает уже колосниковая система но в принципе они бесколосниковая и фишка в том что это печь тление которое тлеет всю ночь дает тепло вечером кладешь дрова утром просыпаешься без того чтобы ночью подкладывать дрова просыпаться да то есть печь дает тебе тепло всю ночь конструкции довольно таки старинные ну некоторые считают что они морально устаревшие я не буду влезать в эти диспуты если ты смотришь это видео значит тебя интересует вот печь сделанная с помощью трубогибов также не буду сегодня влезать вопросы кто у кого чё спер в плане конструкции дизайнов ну раз производит куча заводов патентов на такую конструкцию нету делать эти печи насколько я знаю очень просто трубогиб общем-то и сварка плюс вот это то что реально печь клеит дает тепло всю ночь минусы ну конденсат конденсат так что требуется хороший домоход ну и правильно его сборка в общем поехали начнем с основателей компании которая сейчас называется брениран 29 лет на рынке огромнейший ассортимент за 29 лет печей выпущено огромное количество в различных модификациях сейчас существует у бренирана три различных варианта булериан подобных печей первое называется брениран 2 называется буран и третье называется буран light в общем то все различия на мой взгляд а я видел их в живую заключается вот в чем у бренирана ручка даже две ручки сделаны из проволоки это дорого но это классно это самое классное решение для печей эти ручки реально холодные то есть можно открывать без перчаток потому что воздухом охлаждаются делаются такие печь можно посмотреть толщина стали корпус три с половиной миллиметра передняя стенка четыре с половиной то есть 4-5 миллиметров то есть это классика классики выпускается разных вариантов на разную кубатуру помещение огромное количество ну собственно если кто-то себе выбирает булериану подобную печь для ее выбора нужно понять какой объем помещения у тебя то есть не квадратные метры а кубические ширину умножить на высоту умножить на длину если ты более продвинутый пользователь те надо посмотреть мощность обычно вот мощность пишут в киловаттах где-то она тут была вот 6 киловатт зачем это тебе надо ты берешь открываешь яндекс вбиваешь туда или лучше google калькулятор тепла калькулятор теплопотерь так и рассчитываешь теплопотери своего дома и он тебе эти калькулятора бесплатно выдают какой мощности должен быть у тебя погревательный прибор идем дальше как ты видишь на различные кубатуры существуют два типа классических брениранов одни со стеклом другие без есть смысл брать со стеклом вообще булериан или нету этого смысла для продавцов в магазине есть смысл конечно же брать потому что покупатели обычно покупает один раз в жизни печку отопительную редко кто второй раз такие люди тоже бывают и с точки зрения маркетинга конечно же стекло это хорошо с точки зрения пользователя при тлении образуется куча конденсата в дымоходе она стенках печи образуются также сажа и стеклушка будет всегда закопчена это не камины печи долговечные несмотря на то что относительно тонкие но в режиме каминах их никто не топит ну топит конечно там раз в четыре топки в три в четыре на ярком горении чтобы сажей разобраться ну так в общем то нет теперь смотрим бурана просто буран не light в чем отличие помимо цены отличие только в ручке на мой взгляд если я не прав меня осади комментом видите ручки сделаны из дерева они более простые это в общем то все отличие что еще интерес то есть ну толщина я тебе показывать не буду почему потому что я те доверяю братан я все заводы которые сегодня мы рассматриваем обязательно ссылки снизу размещу и ты можешь сам походить и повыбирать а вот буран и light они отличаются от простых буранов и бренера на давай посмотрим чем вот мы открываем печку ну то есть я на 100 кубов так открываю буран на 100 кубов и бренера на 100 кубов смотрим с обоим вместе параметр масса 57 килограмм 55 килограмм и light 47 килограмм в общем то вот она в чем разница я не буду опускаться ниже чтобы показать а там толщину ты сам это сделаешь в общем понятно бренера потолще буран чуть-чуть где-то пожиже а буран light совсем тоненький зато и ценник отличается light на момент видеосъемки 13 750 14 800 косарик до и 16 100 тут еще за бренд берут точно чё сказать еще а еще эти вот что скажу у компании бренера буран огромнейшее количество 29 лет все-таки различных дополнительных девайсов которые делают не только печь более функциональной но и более красиво к примеру вот эти подставки когда на них стоит печь просто роскошно однозначно рекомендую чтобы я бы не рекомендовал бы а вот то что написано сушка декоративная почему потому что по правилам пожарной безопасности у тебя когда горит пламя до несгораемых поверхностей должно быть 38 сантиметров конечно можно доверять пользователю что он будет все время в режиме тления печь запускать никогда в жизни не поставят свои резиновые сапоги на сушку так как мы все живем в неком сообществе то есть если ты дожил до седых волос ты уже понимаешь что некоторых людей учить только член тупить поэтому вещь достаточно опасно но если у тебя есть разум и интеллект то я думаю ты можешь поставить и сушку вот все будет нормально но если у тебя есть там подростки какие-то еще кто-то кто мы просто необразованные типы пока их всю жизнь не била до ушами по щекам и у них нет опыта то я бы постерегся бы что еще можно сказать хорошего про эту печь про качество сварных швов обрати внимание когда будешь рассматривать печи брениран среди всех производителей ну скажем где где-то посерединке то есть сварные швы там не выглядят как соплюхи там хорошие нормальные сварные швы еще хочу обратить твое внимание на расположение я сейчас просто это найду на расположение швов на печи быть может быть не у этого производителя найду а у следующего в общем когда ты рассматриваешь печку вот вблизи да в магазине то ты увидишь что у всех труб есть где-то шов там где сварка проходит трубу трубу же самоварили и вот прямо о качестве производителя говорит то что когда ты смотришь на печку все швы смотрят в одну сторону это очень логично потому что когда ты варишь металл то там где проходят шов там уже как бы самое хлипенькое место в металле да и они должны быть эти швы расположены таким образом чтобы не касаться огня то есть находиться снаружи они внутри не там где горит огонь а снаружи у этого производителя все хорошо и еще у бренера на есть очень интересная булериан подобные печи которые имеют варочную поверхность то есть это как бы полу такой булериан вот ну нечто особенное то есть ставится на те ну может он и так и сяк стоять то конечно лучше поставить на красивую подставку и можно вот на двух комфорках варить и даже по моему на одной если они ошибаюсь это две комфорки тоже подключение у этих печей идет сзади это очень я считаю важный момент потому что у некоторых производителей уже есть варианты сзади подключения и сверху также обратите внимание на то что есть вырезы у регулировки подачи воздуха в общем традиционная ну и фарточек есть для сбора зал и в комплекте в общем это традиционная печь вырезанная отработанная годами отзывов сто пятьсот миллиардов и в ютубе не в ютубе общем классика как она есть следующий завод чуть чуть помладше не 29 лет но тоже очень серьезный вот они все написали надпись булериан вот не знаю как там чё с точки зрения всего называется производитель клондайк печи производят чуть чуть меньше чем 29 лет я застал те времена когда но и с печами занимаюсь там помощь 2011 года когда клондайки считались дешевой заменой булерианов брениранов точнее и я не знаю что с тех пор изменилось если брениран я вижу постоянно то клондайки я не видел уже лет пять вот сейчас 2022 год оканчивается на мой взгляд печь чуть чуть попроще с другой стороны ценник чуть пониже давайте посмотрим что мы видим видите на них печах написано сталь 3 миллиметра на других написано сталь 4 миллиметра общий дизайн какой-то до у бренирана он более по вылезенье да то есть покрасивее тут как будут попроще но обратите внимание какие титанические машины у них есть на 2000 на 2500 то есть дать посмотрим что это такое просто чтобы вы понимали титаничность мысли производители огромная цеха можно отапливать ну печи я их просто очень давно не видел ничего не могу сказать что происходит в принципе очень похожи как будто от не родной брат то есть ну видно какое-то братское сходство да но все равно не родной брат еще из плюсов увиденных и у бренирана и клондайка плюсов это расстояние от верхнего свода топки дверца что тут что тут она достаточно большое то есть высота это значит говорит тебе о том что дров ты можешь туда максимально напихать то есть это один из важнейших параметров на длительность горения влияющих напрямую как какой объем утопки поэтому смотри не только кубатуры печей до или мощность печей а и еще и объем топки это тоже важно очень важно и высоту с ты пришел в магазин там стоят два более 2 балеряна подобных печи берет у которых дверца находится как можно выше к окончанию печи ты сможешь туда тупо больше дров накидать еще здесь видим здесь мы видим ручку не из проволоки попроще ну и в общем то если фотографии старые может быть что-то изменилось ну просто попроще печь подставки смотрю тут у нас они есть нет подставки намного проще чем у бренирана просто ну просты мега мощная печь мега ничего не могу сказать дать смотреть следующего производителя главному поняли то что клондайки они позиционируются как печи есть модели из трех миллиметровой трубы есть из 4 миллиметровой дожигатели есть и там и там и у клондайков и у брениранов переходим к следующему производителю честно скажу к одному из моих любимых производителей которые делают современное офигительно булериана подобные печи вообще сказал это топчик вот если выбираешь просто даже не булериана подобную печь а просто отопительную печь то буллик буллик это печь роскошь доступная почему потому что в отличие от конкурентов так скажем у них есть фишки которые прямо вот как козырь и фигачат во первых смотри варочная поверхность во вторых там есть и колосник и его возможность отключить где-нибудь найду наверное где-то фотографиях есть 2 2 2 вариации вот такие вот дизайнерские еще есть плюс буллик и обычный буллик отличие в том что насколько разобрался я могу ошибиться у меня поправьте у буллик плюс подключение сверху есть еще вот то есть не только сзади идет подключение у печи но и сверху то есть вот видно два варианта то есть может то есть можно вверх и сзади сделать подключение дальше варочная поверхность дожигателя я реально сам тестировал эту печь на ю тубе есть ролик где я тестирую она одна из самых долго играющих печей то есть респект подсчет и уважуха производителю то есть на этом можно было бы и видео заканчивать но я не такой парень я расскажу про всех кого я знаю если кого-то забыл производителя обязательно напиши по не стесняйся в комментариях нахваливать больше буллик я не буду потому что это реально мой выбор ну один из там и швы красивые все по-человечески сделано и ручка вот с отверстиями которых так я же обещал не нахвалится дайте к следующему следующий производитель тоже один из моих любимых этот тмф валерьян 8 почему да потому что вот мы уже сколько с вами посмотрели трех производителей у всех швы наружу у этого нету швов наружу все швы закрыта добавлен кожух кожух это дополнительный конвектор холодный воздух затягивается не только в трубы и затягивается в кожу то есть помощнее по ядренее дальше обратите внимание как производитель все грамотно обыграл он просто сделал 3d ну не 3d photoshop поставил печку в дизайн кухонной и видно как она стоит то есть красивая интерьерная печь и все это за счет отсутствия шов все видно на сайте по разрезе классический классический такой балериана подобный тип печи только в современной обработке чё сказать красота брать брать понимаешь у тебя только одна пачка денег на печку вот эти часто говорю если у тебя красивый дом красивый интерьер это вот прямо отлично все но качество сварки все сам видел этот топчик это роскошь ты меня спросишь вот пачка одна денег что брать булик или валерьян но я тебе скажу братан тут я тебе не помощник смотри сам езжай в крупный магазин если они у тебя есть там в к примеру печной эксперт да там помощь максимум ассортимента из тех продукции заводов которых мы видели плен говорю немножко про простужим несу бывает заговаривать дайте тоже не буду нахваливать потому что еще не разобрался чё круче булик или валерьян смотрим дальше нмк один из старейших производителей булериана подобных печей и у него есть отличие от всех остальных два типа смотрите на 100 кубов это круглые трубы на 120 круглые трубы на 180 480 и 720 не 180 тоже круглые трубы а на 480 на 720 они уже прямоугольного сечения это прямо огромнейшие плюсы бонусы относительно всех остальных уже даже рассмотренных печей смотрите вот печка с круглыми трубами что мы здесь видим маленькая мы здесь видим отличие ручки для переноски на которых выгравирована вытатуировано слово нмк так и видим термометр который вставлен то есть у всех печей вставлен термометр чтобы показывать температуру внутри дымовых труб до этого никто не дошел а нмк красавчики зачем это сделано когда печь работает в режиме тление ты и чтобы не открывать тебе и ты смотришь на термометр и понимаешь работает печка или надо подбрасывать дрова это офигительно то есть не надо хвататься за ручку за горячую там не надо лишний раз туда лезть добавлять кислородов в камеру до круто крутяк вообще молодцы респект уважуха подсчет и за ручки отдельный подсчет то есть дачник боится что у него печку сопрут раз на зиму взял за ручки и с братишкой в автомобиль к себе погрузил и все для армии тоже зашибись взял погрузил и все там выравниваешь линию обороны там или еще чего-нибудь крутяк из того чтобы я сюда добавил естественно я бы если они уже догадались сделать то что они сделали другие ручки переноски то можно сделать две ручки и на них надеть кожух и у вас выйдет то что мы видели к примеру вот здесь вот а ручки для переноски переместить к примеру на заднюю часть стенки и на переднюю часть стенки это я на халяву совета даю я в этом мастак из минусов ну сварка вот чем производитель нравится то что он не скрывает не делает там 3d модель до на которой ничего не видно вот показывал вот вот так вот мы делаем еще момент сварка красивый шов это не говорит о том что если швы красивые значит печка долго прослужит вообще не про то речь идет только о дизайне дальше смотрите задняя панель ну дизайн я имею ввиду вот как у тебя дома стоит ну то есть и ты уже можешь сравнить вот вот так вот у тебя дома стоит или у тебя стоит дома вот так вот то есть швы когда убраны и не убраны но если ты топишь гараж то чаще пофигу есть у тебя швы или не есть или же если бедный человек то у тебя решает вопрос цена и на шуте наплевать смотри чуть-чуть еще тут хорошего задняя часть конвектор то есть лишь отверстие конвекционное еще респект подсчет уважуха а передняя часть вот в этой модели нету а вот если мы берем следующую модель большую с красными ручками то мы видим что конвектора есть и спереди и также должны быть сзади он где-то они есть а где зад был я видел вот зад красивая задница роскошная обрати внимание на то что у больших печей отдых я прямо рекомендую с тебя нужно большой объем кубатуры производства или еще что-то здесь сделаны прямоугольные трубы и труба сварена как бы с трубой то есть это вообще оптимальное решение вообще делать печи бульяна подобные элементарно те только круглые трубы нужны трубогип и сварщик поэтому их столько и заводов то делает много но нмк пошли дальше и начали вот такой прямоугольный профиль гнуть и это еще круче ну согласитесь все по уму сделала то есть технологично отлично я эти печи видел в живую не как они работают их просто в живую вел достойная печи достойная современная вот говорю вот вроде там булериан и там сто лет в обеду раз что-то новенькое молодцы красавчики рекомендую следующий производитель эволюция тепла да у них есть похожая на булериана подобность печка бархан ну не будем вдаваться в подробности откуда она взялась печка интерьерная печка красивая минусов я у ней не увидел кроме одного ценника дорого то есть можно сравнить к примеру что там у нас 20 киловатт 56 750 вернемся сюда найдем тоже чем на 20 киловатт у нас не хочу цены сравнивать они тоже назад сдала просто понимаешь что я сейчас влип искать киловатт и ну короче не подготовился ну как бы сейчас где киловатт а то у меня сейчас еще вывезете за базара мощность 18 киловатт ну рядом ценник 29 720 здесь вот два раза считайте больше почему потому что печь технологически сложное возготовление то есть очень сложно но это хорошая печь годная печь но останавливаться на ней я не буду потому что я знаю кто смотрит мой канал люди бедные обездолены нищие жизнью как и я побитые да просто вам покажешь и есть вот дорогущий галериана подобные интерьерный роскошный камин то все поехали дальше а по визуи значит так ребят ну тут очень много новых галериан подобных печей собственно момент съемки они их делают второй что ли или третий год то есть новички таким но но сразу мощная но делают они классику просто классику из каких-то особенностей можно выделить ручку ручка очень классно сделано прямо вот то что надо холодная должна быть из минусов вы видите 3d то есть картинку не фотографию на фото на вживую все намного хуже то есть при качестве везувия сделать вот печку со сварными швами некрасивая ну я реально их видел четыре раза и даже ролик снимал мне очень не понравились швы то есть печка не интерьерная вышла зато очень дешевая то есть если тебе надо отапливать опять же какую-то подсобку то это именно то что надо а вот в дом есть в ту же цену более красивая технологично ли это печь до технологично как ты видишь вот здесь есть схема дожигатели все своими руками требу трогал крепкая надежная печь по классической компоновки сделано но мне она не понравилась внешним видом ну я просто из избалованной красотой ну в общем давайте не будем негативе тем более не негатива просто понимание того что вот есть в дом а есть на производстве гараж на производстве гараж даже несмотря на то что вот и подставки у них есть такие же в принципе как и здесь ну похоже во всяком случае но в дом говорю я бы не поставил вот уж вырежьте меня на запчасти это гараж это производство все смотрим следующее пегас пегас это значит класс реально классная офигительная термо называются они термо и в чем них офигительность сразу смотрим плюс если вы привыкли что дожигатели находятся сверху две штучки то тут очень мощный коллектив собрался они там все там блин рассчитывают перепросчитывают и они дожигатели переделали сильно и посмотрите сделали вставку вниз топки для того чтобы печь была более долговечна что касается внешнего вида ну вот вы видите опять же швы сварные да ну не интерьер на мне интерьер на но максимально качественно и посмотрите еще одну особенность запорный механизм на ручке вот такую печь можно поставить я думаю и в кунг и на катер то есть там где идет постоянная тряска один из лучших запорных механизмов которые я видел вот если у пегаса какие-то красивые вот как мы увидели аксессуары для этой печи я не знаю честно даже не посмотрел не подготовился саму печь увидел в живую ну классная роскошная печь по адекватной цене то есть цены мы смотрим на среднюю печь то есть он от 13 700 без стекла но с максимальными наворотами троечка четверочка как у всех смотрим дальше так это термо со стеклом так тут нету это много производителей перерыл так у зпо офигительная печка называется они торонто чем они офигительно смотри у них сталь 09 g2s они об этом пишут вот и еще у них насколько я помню трубы четверочка прямо не это заявляют где-то найти не могу меня немножко болезнь догоняет у меня глаза слипаются прошу про не понятие простить вот но давайте посмотрим на печку смотрите кожухами прикрыли все трубы сварные ручки как вот прямо знаете на шашлычнице в такие на шампура и подставка и все это вместе ну и печь внутри она и тоже адекватно нормальная галериана подобная печь то есть ну красавчики молодцы то есть все как надо я сказал 4 миллиметра давайте все-таки поищем от у меня же можно притянуть за язык сказать мне на 4 миллиметра сейчас о толщина металлических труб 4 то есть прямо не троечка четверочка прямо вот 4 и 09 g2s моя любимая сталюка и того вот реально меня сейчас расколбашивает давай ролик заканчивать я еще раз прошу тех у кого стоят булериана подобные печи напишите пожалуйста в комментариях это важно для других зрителей которые первый раз себе выбирает булериана подобную печь ну грубо говоря вот у меня стоит торонто 300 прямо вот есть сток то тепло дает столько то то есть пишите все плюсы все минусы чтобы помочь просто друг другу потому что видите сколько заводов все делают примерно одно и то же с какими-то минимальными а некоторые максимальными отличиями друг от друга это первое и второе я все сайты которые ты видишь просто ну в первый коммент или под ссылку снизу закреплю под этим видео чтобы ты мог так же как и я гуляться по сайту и выбирать вот чем лучше ну и не забываю всех производителей есть горячие линии он телефона всегда можно позвонить и спросить там а скажите пожалуйста вас дожигатель есть а вот тот у вас есть посмотрите кстати вот момент которая про брениран забыл смотрите какая модель к есть у нее чтобы заслонку перевернуть не нужно заходить сзади там где горячо а прямо вот пульт управления вынесена заслонка управление рычаг то есть ну молодцы красавчики просто забыл упомянуть но вещь важная вот в общем-то гуляйтесь по сайтам смотрите выбирайте но еще раз повторю все эти печи производители поделились пополам кто-то вот красавца вставляет настоящие фотографии вот так вот она вживую выглядят а кто-то не очень кто что вставляет рисуночки до красивая от photoshop на это нехорошо это храма ну и не забывайте подписываться на самый лучший видеоканал самым известнейшим в печной отрасли печеньком блин че несу короче на тренажер парком палец вверх и подписочка все всем теплого тепла и доброго добра желаю всем чтоб все у вас было хорошо и всем был тепло до свидания пока